Второе послание к Коринфянам 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 продолжал говорить им притчами. Сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши-то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». И отвечав Иисус пакеречеем притча глаголя, «Уподобься царствие небесное человеку царю, и же сотвори браки сыну своему». И посла рабы своя призвати званые на браки, и не хотяху прийти. Паки посла и на рабы глаголя, «Рците званым, все обед мои у готовых, юнцы мои и упитанные с колена, и вся готова, прийдите на браки». «Они же не брегши от идоша, ов оба на село свое, ов же на купли своя, прочие же ем же рабы его досадиши им и убиши их. И слышав царь той разгневася, и послав воя своя, и погуби убийцы они, и град их зажже». Тогда глагола рабом своим, «Брак у богатоп есть, звание же небыше достойнее. Идите оба на исходящих путей, и лицах ащи обрящите, призовите на браки. И шедше рабы они на распутье, собравши всех и лицах обритоша, злы же и добрыя, и исполните брак возлежащих. Шедше царь, видите возлежащих, видит у человека необолченно во одеяние брачное, и глаголы ему, друже, как ушел и системо, не имы, а деяние брачное. Он же умолча. Тогда речи царь слугам, связавши ему руцы и нози, возьмите его и верзите во тьму кромешнюю, то будет плач и скрежет зубом. Мнозебо суть званий, мало же избранных». Господь наш сладчайший Иисус, зная, что если человек не стяжет без попечения относительно всего, то ум его не может взойти на крест, заповедал, оставить все, с чем свыкновение и встреча не сводит ум со креста. Почему, когда некто подошел к нему и сказал «Иду по тебе, Господи, но прежде позволь мне сходить распорядиться тем, я же суть в дому моем», возлюбленный наш Иисус, зная, что если он увидит то, опять склонится сердце его к тому, и разные там случайности как бы по праву удержит его, возбранил ему сходить, сказав «Никто же, возложу руку свою на рало, и зря вспять, управлен есть в Царстве Небесное». После же притчи о браке сына царева, в коей сказывал он, как царь сотворил вечерю для сына своего и послал рабов своих звать званых, а те, по любви, кое имел каждый к миру, не могли прийти, «Сказал он с печалью, аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и братью, и сестр, еще же и душу свою не может мой быть ученик». Сие говорит он, научая нас, что желающий войти в Царствие его, если прежде не положит в себе ненавидеть все влекущее сердце к миру, не может войти в Царствие, которого возжелал. А внушая нам не полагаться на одну веру без действования по ней, Господь сказал, что царь, вошедший, видит его злежащих, видит у человека неубличенного одеяния брачные и повелел бросить его во тьму кромешную. Входят по имени христианскому, а извергаются вон по неимению дел христианских. Так и апостол, зная, что никто не может любить вместе и то, что Божие есть, и то, что от мира сего есть, писал к Тимофею чаду своему, говоря, «Никто же, воин бывая, убезуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет. Аще же и постраждет кто, не венчается, аще незаконно мучен будет». Водушевляя же его надеяться, что не погибнут труды его, говорил он ему, «Труждающемуся делателю прежде подобает от плода вкусите». А, пиша к другим неким, говорил он, «Не уженивайся печется о Господних, како угодите Господеве, а уженивайся печется о Мирских, како угодите Жене». Таковой пекущейся услышит страшный глаз, глаголящий, вверзите его во тьму кромешную, ту будет плач и скрежет зубом. «Употребим же, братья, силу нашу на то, чтобы облещись во одежду добродетелей, дабы не быть изверженными вон, ибо никакого лицеприятия не будет в день тот. Почему апостол сказал чадам своим, «Якутаковая творящая, Царствие Божие наследить и не могут». Зная же, что, сподобившисься возбудиться от мертвых страстей, уже не имеют соперника, Он показал им плод Духа, который есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, терпение. На таковых, говорит, несть закона. А возлюбленный наш Господь Иисус, показывая нам, что в тот день имеет обнаружиться плод делания нашего, сказал, «Мнози взыщут в нити и не возмогут». Ибо домовладыка, после того, как восстанет и затворит дверь, скажет стучащимся, «Не вем вас». Уже ли можем мы сказать о Боге, что Он не знает чего-либо? Никак. Но как эти стучащиеся и говорящие, «Господи, Господи, отверзи нам», не знали добродетелей, то и Он говорит им, «Не вем вас». Еще показал Он нам об участи имеющих веру, дел же не имеющих, говоря, «Ас есть млоза, вы же рождие, и же будет во мне, и ас в нем, то и сотворит плод мног. Аще кто во мне не прибудет, извержится вон, яко розга, и сышет, и собирают ю, и в огонь влагают, и сгорает». Ветви же, приносящие добрый плод, очищает отец, да множайший плод сотворят. Опять, показывая нам, что не любит действующих по своим пожеланиям плотским, говорил Он в молитве, «Не о всем мире молю, но о тех иже дал еси мне, яко твои суть». И я взял их из мира, ибо мир свое любит. Наконец говорит Отче, соблюди их от неприязни, яко от мира не суть. Исследуем же себя, братья, от мира ли мы или нет. Если не от мира, то Он хранит нас от зла, ибо так сказал, «Не о сих же молю токма, но и о верующих словесеях ради в мя, да все едино будут, яко же и мы едино и смы». И опять, «Да еде же есть маз, идти и будут со мной». Смотри же теперь, какую любовью возлюбил Он нас, когда люди, подвязавшиеся в мире сем и ненавидевшие пожелания свои плотские, царствовать будут с ним в бесконечные веки. И Иоанн, апостол, созерцая великую онную славу, сказал «Вемы, яко егда явица, подобне Ему будем, если соблюдем заповеди Его и угодные пред Ним сотворим». И опять Он же говорит, «Не чудитеся, возлюбленные, аще ненавидит вас мир. Мы вемы, яко приидохом от смерти в живот, яко любим братью». И еще, «Всяк не творяй правды, несть от Бога, и не любяй брата своего». И еще «Творяй правду, от Бога родися, а творяй грех, от дьявола есть». И опять «Рожденный от Бога греха не творит, яко семя Его в нем пребывает, и не может согрешать, яко от Бога рожденный есть». Сотворим же по силе нашей братья, имея утешение в таких свидетельствах. Может быть, смилуется над нами благость Господа нашего, и Он пошлет нам силу сбросить с себя тяготу нечистого мира сего. Ибо враг наш не дремлет, но повсечасно охотится за нами, желая похитить души наши. Господь же наш Иисус с нами есть, и возбраняет Ему силою святых словес своих, если мы будем соблюдать их. Ибо кто воспрепятствует врагу, или кто силен против него, если не словеса, которые сказал против него Бог? Они противостоят Ему и сокрушают Его силою своей, когда человек и не знает о том. Апостол Петр, научая нас и показывая нам, что дела спасают человека, говорил, «Подадите в вере вашей добродетель, в добродетель же разум, в разуме же воздержание, в воздержание же терпение, в терпение же благочестие, во благочестие же братолюбие, в братолюбие же любовь. Сиябо сущая у вас и множащаяся, ни праздных, ни же бесплодных сотворят вы в Господа нашего Иисуса Христа познание. Ему же бы несть сих, слеп есть, мжай, забвение прием очищения древних своих грехов». Опять Иоанн Креститель говорит, «Сотворите убо плоды достойны покаяния. Уже бо и секира при корени древа лежит, всяку убо древа, не творящие плода добра, посекается, его огонь вметается». И Господь наш, Иисус, говорит, «От плода древо познано будет». Еда объемлет от терния грозды или от репия смоквы. И опять «Не всяк глаголей, ми Господи, Господи, внидит во Царствие Небесное, натворяй волю Отца Моего, и же есть на небесех». Опять Иаков говорит, «Вера без дел мертва есть». И беси верует и трепещет, «Яко же бо телу без духа мертво есть, такой вера без дел мертва есть». Также Павел Апостол, утверждая чад своих в том, что вера имеет нужду в делах, строго заповедовал им, говоря, «Блуд же и всяка нечистота ниже доименуется в вас, як уже подобает святым, но паче благодарени». Сие бу довести, «Яко всяк блудник или нечист, или лихо имец, и же есть идолослужитель, не имать достояния в Царствии Христа и Бога». И опять, еще более подтверждая сие слово, говорил им, «Никто же воздальстит суетными словесы, сих бор ради грядет гнев Божий на сыны непокоривая. Не бывайте оба сопричастницы сим, бести бы иногда тма, ныне же свет, о Господи! Яко же чадо света ходите, плод бы духовный есть во всякой благостыне и правде и истине. И опять всяка горесть и гнев и ярость и клич и хула довозьмется от вас со всякой злобой. Подражатели мне бывайте, говорил он еще, як уже ас Христу. Елиться бы во Христа крестистися, во Христа облекостися. Исследуем же себя, братья, облеклись ли мы во Христа или нет. Познается же Христос по чистоте, ибо Он чист и в чистых обитает. А чистыми как делаются? Не иначе, как перестав делать зло, которое делали. Ибо такова благость Божия, что в какой час обратится человек от грехов своих, он приемлет его с радостью, не считая прежних грехов его, как написано в Евангелии о младшем сыне, который, расточив блудно свою часть, напоследок пас свиней и желал насытиться пищей и свинской, наконец же, раскаившись в том, что надел, уразумел, что нет сытости в грехах. Но чем больше кто делает их, тем более разжигается на них. Итак, когда покаяние коснулось сердца его, буквально постучалось к нему, он не отлагал, но тотчас возвратился к отцу своему со смирением, оставив все пожелания свои плотские, ибо веровал он отцу своему, что он милосерд и не вименит ему содеянного. Почему и отец его тотчас велел дать ему одежду чистоты и залог сыноположения перстень? Сие говорил Господь наш Иисус Христос, желая внушить, что если обратимся к Нему, то долженствуем прежде оставить пищу свиней, и тогда Он примет нас, ставших чистыми. Сказал он сие для того, чтобы не унывала душа, говоря, когда же Бог услышит меня, ибо Он знает время, когда достоин бывает просящее услышание, и тогда Он услышит его скоро. Обратимся же к Нему всем сердцем, и не будем умоляя его стужать и си, и Он вскоре услышит нас, ибо Сам сказал «Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам». Итак, братья, если будем просить или искать или толкать, то получим, что ищем, или что просим у Него. Так пришедший к другу своему в полночь понуждал его, говоря, «Дашь ми взаим три хлеба, понеже друг прийди с пути ко мне». И как не переставал стучать, то тот дал ему, что он просил у него. Отбросим же, братья, от себя ленность и уготовим себя к такому безстудию, и Бог, видя терпение наше, подаст нам, просимое нами, ибо он милостив и желает обращения к нему человека, как написано, истину говорю вам, радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся. Итак, братья, имея такую милость его и такое богатство щедрот его, поболезуем пред ним всем сердцем, пока еще находимся в теле всем, ибо скоротечно время жизни нашей. Если поподвизаемся, то наследуем радость вечную и низ глаголами. А если возвратимся вспять, то будем подобны юноше, вопрошавшему Господа Иисуса, как спастись, он ответил ему, вся елика имоши продашь и раздай нищим, и взяв крест свой гряди во след мне, показывая нам, что отсекать свою волю есть спасаться. Но тот, услышався я, опечалился очень и пошел прочь, ибо знал, что раздать свое бедным не так трудно, как нести крест. Раздаяние своего бедным есть одна добродетель, и человек решает ее для того, чтобы удобнее нести крест, а крест есть истребление всякого греха, и рождает любовь. Без любви нет и креста. Почему апостол, зная, что есть и мнимые добродетели, в которых нет любви, несовершенство добродетелей, сказал, аще языки человеческими глаголю, и ангельскими, любви, 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 не имам, бых, яком медь звенящий, и ликим вал звецай, и аще раздам вся имение моя, и аще предам тело мое воеже сжищие, любви, нежене имам, никая пользами есть, любви долготерпит, милосердствует, любви не завидит, любви не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла. Итак, желающий вступить на путь любви, пусть обеззаботит себя в отношении ко всем людям, хороши ли они или худы, тогда, наконец, одно вожделение ежек Богу останется в сердце его, а это вожделение родит ему свойственно естеству гнев, гнев же станет противостоять всему всеваемому от врага. Тогда закон Божий обретет в нем пастбище себе, и через страх обнаруживается любовь в нем. Тогда говорит такой человек с дерзновением как апостол, а с неточию связан быть и хощу, но и умреть и готов есть за имя Господа Иисуса Христа. Блаженна душа, достигшая такой любви, ибо она бывает тогда бесстрастной. «Вышли мы, братья из мира, знаем, в каком чине находимся, и что милосерд есть Господь Иисус, чтобы упокоить каждого из нас по делам Его, и малого по малости Его, как сказал «много обителей у Отца моего». Ибо хотя царствие одно, но каждый обретает в нем свое место и свое ему дело. Будем же подвязаться братья против лености, сбросим в себя сударь тьмы, то есть забвения, и узрим свет покаяния. Стяжем в себя Марфу и Марию, кое суть злострадания и плач, которые плачут пред Спасителем, да воскресит Лазаря, то есть ум, обвязанный многими повязками своих пожеланий. Он же, хотя творит милость и возбуждает ум его, но далее уже их дело есть развязать и оставить его идти. Когда же освободится Лазарь, тогда появляется тщание Марии и Марфы. После всего вот что видится. Лазарь беспопечительно возлежится Иисусом, Марфа с усердием и радостью совершает свое услужение, а Мария, принесшая лавастр мира, помазывает ноги Господа. Станем же братья подвязаться по силе нашей, и Бог посодействует нам по множеству милости своей. Если не сохранили мы сердец наших, как отцы наши, употребим усилия наши сохранить, хотя тела, как требует Бог, безгрешными, и веруем, что Он во время глада постигшего нас сотворит и с нами милость, как и со всеми святыми Его. Ибо хотя и на слава Солнцу и на слава Луне, и звезда от звезды разенствуют во славе, однако они на одной находятся тверди, и слава их, и честь их, его есть. Отныне и до века. Аминь. Помощь моя, помощь моя от Господа сотворшего неба и землю, не дай во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храняй тебя, сене воздремлет, ниже уснет, храняя Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою, во дни солнца не ожет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Испогоди нас, Владыка, содержавение днях и успеху, смейте призывать и тебе небесного Бога, от царя и глагоди. История и сила и слава от царя и святого духа ныне и пресно и веки веков. Аминь. Субтитры 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 Продолжение следует...